Блядь, что это было? Кто нам въехал, по-моему? Иди, Пуля, выйди, без тебя не разбудись. И хоть посмотрите, кто нам въехал. Ну ладно, у нас вроде мало лежат. Держи. Нам кузов все равно красить. Тебе хотела сказать, что у тебя есть? Ну что, сколько там есть? Сейчас посчитаем. Ну у нас хорошо на Вольцвагене, у него там такая под бампером железякая огромная. У нас же сосед, где-то, над нами живет в однокомнатной квартире, который. А он, короче, такой любитель. Я купил себе тут шестерку и ремонт у нас идет. И Юра что-то... А, Юра, после подъезда прям не прокрывались. Он стоит с бабой своей, болтает в своей машине, сидит и Юра припарковался. Говорит, выхожу и не понял, говорит, отъезжает, говорит, ты по моему бамперу прям в свои эмбаркперы провел. Ну там такая полосача уже осталась. Он говорит, дорогой мой друг, давай пять штук мне их быстренько неси. Потом, ну и все, он сказал, я пенсию получу. Он говорит, ну машину купить, это нормально. Там принес пять тысяч, Юра мне две тысячи назад отдал. 520 рублей. Да нормально. Она уже начинает приносить деньги. Так резко тормозить, главное смотреть на низкие машины. И бампер не менять вообще никогда. Или так его, знаешь, сколотнуть краску. Давай, давай, собачка. Ну видно, что парень такой прям, он такой, ну блин. Нет, просто ментов вызвать это столько. Ну конечно, это мы сейчас простоимся вместе и так далее. Мы часа четыре мы простояли. Ну а там бы пришел оценщик, оценил бы пятьсот рублей. Нет, пятьсот бы он не оценил. А на сколько? Там бампер, он из нескольких частей состоит. Ну конечно и так сзади там подкоцнутый. Они же экспертизу проводили. Что у тебя было? Что у тебя было? Конечно, конечно, конечно. Ну будешь, хоть бампер проверили, нормально. Жить нужно. Ну удар был такой. Да. Буф такой. Я подумала, что... Я думала, что у нас отвалилось бы это днище. Я подумала, что у нас что-то отвалилось или... Ну мы... Ну вот бывают высокие там бордюры. Да, да, да. Я тут, ну как, ближе очевидцей. Ну...